Всем привет друзья, сегодня я вам покажу как можно сделать робот-пылесос, который будет автоматически объезжать препятствия и пылесосить. При этом он может собирать бумажки, а также крошки различного рода происхождения. Итак, что же нам для этого нужно? А это по сути стандартный набор ардуино машинки. Берем одну ардуино УНО, драйвер двигателя L298N, датчик приближенности и старый вентилятор из системного блока компьютера. Сначала я взял толстый гофрокартон, вырезал из него такой кружок, установил вентилятор, разметил и начал вырезать. Размер этого восьмиугольника должен быть несколько меньше, чем размер самого вентилятора. Затем я взял вентилятор и попробовал вставить его туда в отверстие. Я думал, что картон немножко растянется, но так не случилось и он растянулся, но не настолько, насколько мне нужно было. Немножко я все-таки его подрезал и только после этого получилось вставить вентилятор, а место, где я разорвал, заклеил термоклеем. Высота вентилятора над столом должна получиться небольшой, около полсантиметра, только при этом он будет хорошо всасывать. Затем я в отверстие установил двигатели и приклеил все с помощью термоклея, в том числе и вентилятор. Вот вентилятор нужно клеить после того, как приклеим двигатели, для того, чтобы видеть необходимую высоту. Кстати, вот такая она получилась. Кстати, практика показала, что хорошо будет всасывать мусор, пылесос, если высота вентилятора над столом от пол до одного сантиметра. Затем я занялся установкой еще одного колеса, для того, чтобы эта система стояла на трех колесах. Третье колесо вращаться не будет. Все элементы данного пылесоса я креплю с помощью термоклея. Для этого устройства такой прочности предостаточно. Кстати, друзья, кому интересна тема роботобоев, в группе ВКонтакте я написал правила. Предлагаю вам обсудить их. Там будет несколько категорий, но предварительно могу сказать, что будет категория до 600 грамм. А также все роботы должны быть на Ардуино. Забегая наперед, скажу, что качество всасывания роботом мусора зависит от скорости его. То есть скорость робота не должна быть большой. И вот такая штука получается. Сейчас она мне напоминает древнюю египетскую повозку. Затем необходимо вставить роботу глаза. Я буду использовать датчик ультразвуковой, специальный датчик для Ардуино. Ссылки, кстати, на все комплектующие оставлю в описании под видео. В описании под видео также будет скач. Посмотрите его обязательно. Там я подробно распишу, что как менять и в том числе, как изменять скорость робота. Кнопку я установил сбоку, но практика показала, что это не совсем правильное решение, потому что робот сам себя несколько раз отключал. То есть он зрялся в стену именно этой кнопкой. В принципе, друзья, это не совсем классический пересос, потому что у классического пересоса двигатель находится в такой коробке. А в этом пересосе двигатель стоит прямо на всасе, но это не ухудшает его характеристик. Также обратите внимание, что я взял обычный вентилятор. Он не предназначен для того, чтобы сосать пыль. Он просто дует воздух. Поэтому, если вы хотите создать пересос, который будет сосать не только бумагу, то необходимо установить двигатель помощнее и придать лопастям необходимую для пересоса конфигурацию. Весь процесс создания робота заняло меня около трех часов. И как видите, ничего сложного нет. Самое сложное в этом деле, как я считаю, это программирование. И в этом случае я программировал лишь немножко. Я взял свою машинку, которая объезжает препятствия, и чуть-чуть изменил скетч. Чтобы ограничить скорость движения робота, я применил шим-выводы на Arduino и подключил их к соответствующим выводам на драйвере двигателя. Кстати, драйвер двигателя L298N, тот, который я использую в этом видео, он не такой и маленький за счет радиатора. Но у него есть большой плюс по сравнению с другими драйверами-двигателями, а именно вывод 5 вольт. Им очень удобно запитывать сервоприводы, а также Arduino. И если вам не нравится большой размер этого драйвера, то можно просто взять и убрать оттуда радиатор. Дело в том, что при использовании вот этих двух двигателей он греется не сильно. Я не замечал на нем температуры более 40 градусов. Схема получает питание с аккумулятора через выключатель и на драйвер двигателя. И, кстати, сюда же подключен и вентилятор. Итак, друзья, если это видео вам понравилось, ставьте лайк, подписывайтесь на канал. Дальше будет еще интересней. До новых встреч!